Всем привет! Спасибо, что смотрит канал ЛитиПро. Сегодня немножко необычный выпуск. Он посвящен организации безопасного рабочего пространства. Записать этот ролик меня повлил случай, который произошел со мной совсем недавно. Дело в том, что я увлекаюсь бегом и велосипедом. И когда на прошлой неделе я накручивал педали на своем спортивном велосипеде, где-то на 30-м километре тренировки, на меня выскочил огромный пес. В результате я совершил кульбить через голову и приземлился на асфальт. Я был в каске и это очень меня выручило, защитило мою голову, мой основной рабочий окон. К сожалению, каски на плече не было и в результате я получил вывих ключицы. Все уже хорошо, а операция прошла успешно и где-то через четыре месяца реабилитации я вновь буду в спортивном строю. Так что я полный оптимизм. Этот случай еще раз напомнил мне, как важно соблюдать технику безопасности. Именно она помогла мне избежать куда более серьезных последствий. К сожалению, вопросы безопасности труда и окружающей среды редко ставятся в приоритеты при развертым бережливым производством. И это очень большая ошибка. Это неправильно. Почему-то не принято говорить, что ключевой целью бережливого производства является именно создание безопасных условий труда. И это приоритет номер один. Запомните, пожалуйста, бережливым производством это приоритет номер один. На всех предприятиях, где я разворачиваю бережливое производство, есть отдельная программа, которая называется повышение безопасности труда и окружающей среды. В рамках нее решаются вопросы, связанные с ростом уровня охраны труда, промышленной безопасности, санитарной безопасности, вопросы связанные с охраной окружающей среды, пожарной безопасности. Сегодня я хотел бы рассказать о том, как решаются такие задачи на конкретных рабочих местах. В цехах, на складах, в офисе, на территории предприятия. Безусловно, на большинстве предприятий есть соответствующие службы, которые работают в области безопасности. Но часто работа их носит очень формальный характер. А на многих небольших предприятиях такая функция вообще очень сильно купирована. Надеюсь, что мои советы вам пригодятся. Прежде чем приступить к раскрытию темы, прошу вас заглянуть на сайт школы бережливого производства LITI-School.ru и посмотреть отзывы о тех, кто уже прошел обучение. Итак, что же делать, чтобы повысить безопасность на конкретных рабочих местах? Первое и самое главное, необходимо принять мысль, что смертельный несчастный случай или серьезная техногенная авария обязательно произойдет на вашем предприятии. Как бы странно это не звучало. Еще раз повторю, это инцидент обязательно произойдет. Единственное, что мы можем сделать, это отсрочить этому событию и подготовиться к нему. На сколько отсрочить? На год? На пять лет? На десять лет? Или пятьдесят лет? Или на сто лет? Еще раз повторю, может быть третий или четвертый раз. Нужно готовиться к тому, что серьезный инцидент на вашем предприятии произойдет. Это даст такое чувство неуспокойности, чувство мобилизации сил для того, чтобы предотвратить это и готовиться к этому событию, если оно произойдет. Есть известная пирамида безопасности. Вот она сейчас на слайде. Она говорит о том, что 300 тысяч опасных действий, ну, например, таких как работа без средств индивидуальной защиты, нарушение безопасной технологии работы, пренебрежение к контролям, связанным с безопасностью, работа с неисправным оборудованием, или там выход на работу в неподходящем физическом состоянии приводит к трем тысячам микроинцидентам. Это ушибы, небольшие травмы или случаи превышения предельно недопустимых параметров работы оборудования, нагреву, небольшим поломкам и тому подобное. 3000 микроинцидентов приводит к 300 регистрируем травму. Это уже случай, когда факты нарушения очевидны. Это обращение за медицинской помощью, может быть, большое задымление или запах гари, срабатывание автоматических средств, отключение оборудования и тому подобное. 300 регистрируемых инцидентов приводят к 30 серьезным инцидентам. Это могут быть травмы с потерей трудоспособности, это выход из строя оборудования, частичная приостановка деятельности предприятий или отдельных подразделений, локальному пожару или, ну, там, заметному задымлению, например, если мы говорим о пожарной безопасности. И достижение порогов в 30 серьезных инцидентов приводит к одному катастрофическому инциденту. Это смерти, групповым увечиям, серьезным техногенным авариям, выбросам в окружающую среду и тому подобное. Конечно, как любая модель, она тоже обладает свойством упрощения реальности. В жизни возможны варианты этих пропорций. Чему лично меня учат эта пирамида? Тому, что необходимо прежде всего создавать систему, предотвращающую опасные действия, то есть направить все усилия на базовый уровень пирамиды безопасности. Пирамида безопасности – это не все, о чем я хотел бы рассказать, но она дает очень важные предпосылки для осознания задач в области безопасности труда и окружающей среды. Ну, давайте возьмем такой пример. У вас есть цех или любой другой объект, на котором вы хотите повысить уровень безопасности. Давайте рассмотрим, как я рекомендую действовать. Первое. Определите источники опасности. Источник опасности – это природные или рукотворные объекты, которые могут представить потенциальную угрозу человеку или другим объектам – оборудованию, зданиям, имуществу, ну или природным объектам каким-то, грунтовым водам, атмосфере. Сначала мы определяем, какие источники опасности есть в рабочей зоне. Например, это может быть оборудование, инженерная инфраструктура, сети, инструменты, оснастка, различные приспособления, используемые в работе, используемые сырьем, материалом может быть агрессивным, природные объекты или явления, деревья, заболоченность, камни, холод, дождь и тому подобное. Как правило, с таким печен достаточно легко справляется. Вы выходите в рабочую зону и перечисляете все, что вы там видите, все факторы, все объекты такой повышенной опасности. Второе. Составьте перечим факторов опасности на участке. Фактор опасности или опасный фактор – это возможное проявление источника опасности, который может при определенных условиях негативно повлиять на человека или на окружающую среду. Например, факторами опасности могут быть выделение газов, поражение электрическим током, вылет стружки или искры, зажатие между двумя частями чего-то, ударная волна, выброс химических элементов, возгорание или, наоборот, опасная низкая температура и тому подобное. Третье. Определите возможные последствия воздействия опасных факторов. Например, вылет стружки из подрежущего инструмента может нанести травму разной степени тяжести рукам, телу, глазам. Например, выбросы опасных химических испарений при проведении покрасочных работ может привести к отравлению ядовицами парами или химическому ожогу при попадании краски на слизистую оболочку или может вызвать пожар. Четвертое. Исходя из факторов опасности и последствий их воздействия, определяются факторы безопасности. Это средства и приемы, обеспечивающие защиту от воздействия факторов опасности. Это то, что защищает людей и имущество. Это факторы безопасности определяются по трем возможным направлениям. Первое. Предупреждение рисков. Ну, например, использование защитных экранов от вылета стружки при резке материала инструментом. Второе. Защита при проявлении факторов опасности. Например, если стружка все же вылетает, то применяются очки для защиты глаз. И третье. Это наличие системы реагирования. Если все же наступили последствия воздействия опасных факторов. Ну, например, если стружка все-таки вылетела, и, к сожалению, нанесла травму человека, но есть система реагирования, есть средства первичной помощи пострадавшим. Давайте рассмотрим пример факторов безопасности в области пожаробезопасности. Предупреждение проявления факторов опасности обеспечивается такими элементами, как использование негорючей краски. Применение электрической проводки рассчитан под максимальную загрузку. Запрещение в помещениях использования открытого огня. То есть, это комплекс мер направлен на то, чтобы фактор опасности не проявлялись. Понятно? Второй элемент. Защита от проявления факторов опасности. Это обеспечивается следующими элементами. Наличием системы автоматической сигнализации при задымлении. Система отключения электричества при опасных нагрузках. Контроль температуры в рабочей зоне. То есть, это комплекс решений, которые реализуются, если все же факторы опасности проявились, но сам риск, вот этот пожар, не произошел. И третий элемент – это фактор безопасности, реагирующий в случае реализации риска. То есть, пожар все же произошел. И это может включать себя такие элементы, как система автоматического пожаротушения и дымоудаления, наличие средств индивидуальной защиты людей, подготовка добровольной пожарной дружины, ну и многие другие мероприятия. Пятое. Обеспечьте наличие и функционирование факторов безопасности направлено на три уровня защиты. От проявления факторов опасности, то есть, это профилактика. От возникновения риска при появлении факторов опасности и от последствий риска. Вот. Ваша задача – это обеспечить факторы безопасности на всех трех уровнях. При этом, значительный акцент делать на первый, именно связан с предупреждением, с профилактикой проявления факторов опасности. То есть, не доводить до того, чтобы они сработали. То есть, создать безопасную среду. Безопасная среда – это место, где вероятность проявления факторов опасности крайне маловероятна. На пятом шаге вырабатываются мероприятия по повышению безопасности рабочей среды. Кроме того, необходимо организовать рабочее пространство таким образом, чтобы информация о факторах опасности и безопасности была кругом. Рабочие постоянно сталкивались с ней. Разместить ее не где-то на задворках, где обычно находятся плакаты по охране труда, а непосредственно в местах возможного проявления. На станках, на полу, на стенах, в местах выполнения потенциально опасных работ, на касках, инструментах. То есть, глаз постоянно должен цепляться за информацию об этих факторах. Итак, самое время свести все, о чем я рассказал воедино. Если вы решили повысить уровень безопасности определенного участка, вам необходимо определить источники опасности, составить перечень факторов опасности, выявить возможные последствия воздействия опасных факторов, установить факторы безопасности, обеспечить факторам безопасности и их функционирования с акцентом на предупреждение профилактику. Создать производственную среду, насыщенную простой визуальной информацией по безопасной работе. Вопросы, связанные с созданием безопасной среды, очень редко обсуждаются в контексте бережливого производства. И это большая ошибка. То, о чем я сегодня рассказал, это лишь основу правильной безопасности. Это малое только того, что можно было рассказать об этом. Это один из возможных подходов, которых несколько. У меня есть интересные наработки по оценке уровня рисков, когда можно получить интегральную оцифрованную оценку уровня безопасности предприятия или конкретного участка. Это, в свою очередь, позволяет ставить цели, отслеживать динамику в области безопасности. Впрочем, о ней я не успеваю уже рассказать. А на сегодня-то все. Поставьте лайк этому видео, сделайте его репост, напишите комментарии. Все эти действия очень важны для меня. Они заставляют делать для вас интересный и полезный контент. Поддержите проект ЛитиПро. Надеюсь, что видео будет интересно. Берегите себя!